Здравствуйте, меня зовут Колесникова Анастасия, я адвокат коллеги адвокатов в Московской области. Существует распространенное заблуждение о том, что если у вас есть задолженность перед управляющей организацией по неоплате жилищно-коммунальных услуг за период более чем 3 года, то управляющая организация эту задолженность через суд взыскать не сможет. Почему это не соответствует действительности, что такое исковая давность и как ее применить для списания долгов по ЖКХ, я расскажу в этом видео. Итак, исковая давность – это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Другими словами, если у вас есть задолженность за период более чем 3 года, то вы можете заявить в суде исковую давность, и суд должен будет списать, условно говоря, эту задолженность за период более чем 3 года. Для того, чтобы эту задолженность списать, вам необходимо придерживаться следующих правил. Во-первых, вам необходимо знать, что исковая давность применяется исключительно по заявлению странных спорей. Если вы признали исковые требования управляющей компании, либо не сделали заявление о пропуске исковой давности до того, как суд внес решение, то суд может взыскать задолженность за период даже в 10 лет. Однако же, если вы это заявление сделали, то суд должен его применить. Заявление о пропуске исковой давности может быть сделано как в устной, так и в письменной форме. Устное заявление должно быть занесено в протокол судебного заседания, письменное же должно быть приобщено в материалы дела. Я рекомендую подавать такое заявление через экспедицию для того, чтобы ему был присвоен входящий номер. Поскольку если часть материала дела будет утрачена, такое нередко случается, вы сможете доказать, что делали заявление о пропуске исковой давности в суде первой инстанции. Второй момент, на который стоит обратить внимание, это то, что срок исковой давности по общему правилу прерывается в тот момент, когда управляющие компании не обращаются с иском, а подают заявление о вынесении судебного приказа. И третий момент, о котором необходимо знать, это то, что по каждому ежемесячному платежу за квартплату течет самостоятельный срок исковой давности. Это разъяснил Пленум Верховного Суда номер 22. Таким образом, для списания задолженности в судебном порядке за период более чем три года вам необходимо, во-первых, подать заявление о применении срока исковой давности до того, как суд вынесет судебное решение. Такое заявление лучше делать в письменном виде. Вам необходимо знать, что по общему правилу срок исковой давности прерывается в тот момент, когда управляющие компании подают заявление о вынесении судебного приказа в мировой суд. И необходимо учитывать, что срок исковой давности течет по каждому ежемесячному платежу отдельно. Не допускайте нарушений своих прав и подписывайтесь на наш канал. Спасибо! Спасибо!